Приветствую вас! Почитал ваш текст Значит И... Начать я бы хотел свой ответ немножечко с другого Я бы хотел найти ответ с того, Лина Что для вас есть норма Что для вас нормально Что для вас Нормально Понимаете Вот Если Принимать В целом То, что происходит за норму То есть наличие второй семьи У мужчины Незавершенность И первых отношений Своих Со своей женой Эммм Отсутствие Периода Такого одиночества Когда человек должен быть один Да? Чтобы Своего партнера Воспринимать Ммм Ну Скажем так Чтобы Своего партнера Воспринимать Непосредственно Вот То Все, что происходит Сейчас Все, что происходит Это абсолютно норма Что, что происходит сейчас Это абсолютно нормально Потому Потому что Поведение Поведение человека Поведение Абсолютно нормальное Исходя из Нормы Которую вы Вероятно Сами Для себя Значит Установили Установили Вот Вот так Дальше Значит Если для вас То, что происходит Если для вас То, что происходит А Суть Норма То В таком случае И Переживания Которые вы испытываете Тоже норма К сожалению К сожалению К сожалению Но если Мы Говорим, что это Не норма То, что Происходит Да Если Если Мы Говорим, что Это Не норма То В таком случае Да Ваши Переживания Они Действительно Не норма Вот И С Ними Действительно Нужно Что-то Делать С ними Нужно Разбираться Дальше И Так Первый Вопрос Почему Это Происходит Что Я Единственная Любовь Всей жизни Происходит Это Потому, что У Человек У Есть Свои Понимания О Что Такое Любовь Что Такое Отношения Как Эти Отношения Нужно 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 Выстраивать Вот И Так Да И Человек Может Быть Уверенным В Том Что Он Действительно Вас Любит Что Он Что У него Действительно Есть К Вам Чувства Вот Но Это Не мешает Ему Взаимодействовать Там С Другими Партнерами Да Это Не мешает Ему Взаимодействовать Со Своей Семьей Предыдущей Вот И Соответственно Так Происходит Этому Силе Вот Такое Вот Такая Вот Норма Дальше Значит Так Как Не реагировать Опять Опять А А реакция зависит от того, что вы считаете нормой для себя. Если норма для вас страдать, норма для вас унижаться, выпрашивать, как вы вот пишете, выпрашивать ночи, если для вас это норма, то вы реагируете, в принципе, опять же, правильно. То есть вы реагируете так, как нужно реагировать здесь, в данной ситуации. Если для вас вся эта ситуация в целом не норма, то в таком случае, как бы, ну, возникает вопрос, значит, почему тогда вы до сих пор с этим человеком, с этим мужчиной в отношении, да? Дальше вы пишете, эмоционально я раздавлен. То, что вы раздавлены эмоционально, я понимаю. Но задумайтесь о причинах, почему вы раздавлены. Задумайтесь о причинах, что вас давит. Давит вас то, что вы не с человеком, давит вас то, что вы не с ним, что именно вас давит. Разве любовь, если это, конечно, любовь, причиняет страдания? И вот. То есть вот то, что вы эмоционально раздавлены, это скорее уже вследствие вашей активности, ваших ожиданий. Вот. Далее что? Встречаясь с женатым человеком, пишите вы уже год. А, Лина, ну, вот опять, да, вот к вопросу о норме. Вот, для кого-то, да, для кого-то, встречаться с женатым человеком, совсем себе не норма. Вообще, вообще ни разу не норма. А, для кого-то, встречаться с женатым человеком, это не нормально. Там это, ну, кто-то, кто-то понимает, да, что, значит, что если, к примеру, вот, человек, там, допустим, женат, да. То это означает, что у него всегда будет кто-то ещё, да, это означает, что у него есть перед кем-то обязательства. Вот. И эти обязательства ему, возможно, придётся выполнять. То есть, как бы, но кто-то, например, вы, по какой-то причине соглашается с тем, чтобы статяться с женатым мужчиной. Ну, если вы согласились, да, на это, то, совершенно очевидно, на мой взгляд, что нужно учитывать определённые последствия этого. А последствия этого, они вот именно такие, что человек вам полностью не принадлежит и так далее. Дальше. Своей жене он объявил, что у него будет ещё одна семья, и если она не согласна, то он сразу же уходит. Ну, надо сказать, что это эгоистично. Это эгоистично, потому что... А жене что делать, например? То есть, как бы... Она почему... Не может, не должна... Жить... Дальше. Вот. То есть, он не думает о ней, о своей жене. И это, в общем-то, уже показатель того, что мужчина, скорее всего, и о вас тоже... Думать, думать, думать не будет. Или будет, но... Гораздо меньше. Понимаете? Вот. Дальше. Гораздо. Она согласилась. То есть, этот человек, я имею в виду... Его... Жена. Этот человек, который, который готов... Значит... Ну... Условно говоря, да. Который готов... мириться с тем, что есть кто-то еще, ну, у мужчины, вот. Как вы думаете, почему так происходит, как вы думаете, почему человек готов мириться с этим, как вы думаете, благодаря чему такое происходит. Вот вам, именно вам, нужно ответить себе на этот вопрос. Ответствие тоже. Низкая самооценка. Страх одиночества. И мужчина не случайно выбрал себе такую жену. Ранее у них было условие, что дети должны утром видеть своего отца. Ага. Я не очень понимаю. Ранее условие это, ранее это когда? Собственно говоря. То есть, когда ранее по времени? Вы как-то вот, ну, уточните немножко. И почему такое условие возникло? Вообще. Ну, то есть, из-за чего оно возникло? Такое условие. Дальше. На мои просьбы остатку ночью отвечают, что дети должны его видеть. Ну, это, как вы понимаете, отговорка, отговорка по этого дела, потому что человек, если бы он хотел быть, допустим, с вами, да, если бы он хотел быть с вами, он бы был с вами. То есть, это совершенно очевидно, и дети здесь лишь обговорка. Потому что никому нет пользы от того, что дети видят, например, отца утром. Почему именно утром? Значит, на моей просьбе остаться ночью. Смотрите, Лина, здесь вы унижаетесь. Здесь вы унижаетесь, и просите его остаться ночью. Но простите, почему вы просите его остаться ночью? Почему вы просите, то есть, как бы, именно просьба у вас иметь место быть? То есть, вы, опять же, здесь выступаете в роли зависимого человека. И у меня к вам вопрос. По какой причине, да, по какой причине, причине? Вы находитесь в таком вот зависимом, ну, зависимой позиции, скажем так. Это нужно поисследовать. Это нужно выяснить. Это нужно изучить. Потому что у этого есть причина. Дальше. Остаемся вместе только, если редко выезжаем куда-нибудь. Ну, то есть, все делайте так, как удобно ему, мужчине, получается. Мало того, никогда бы не поверило в то, что станут встречаться с женатым, так еще и выглянчивать ночью. Никогда бы не поверило в то, что станут встречаться с женатым, так еще и выглянчивать ночью. Пишите вы. Никогда бы не поверило. Так давайте на этом, внимание, ваш заострить, по какой причине так получилось-то, в результате чего так получилось, почему вы стали встречаться с женатым мужчиной и выглянете вот ночь, ведь что-то же вас к этому получается мотивирует, что-то же вас стимулирует так поступать. Так давайте подумаем, что, давайте разберемся с этим. Ведь это можно поправить, это можно подкорректировать. Все. Ну, если у вас, если у вас желание, конечно, есть это делать. То есть, если вы вот сами, значит, понимаете, что действуете себе во время, да, если вы сами сейчас понимаете это, то давайте, 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 давайте подкорректировать. Давайте поможем, поможем, поможем вам, потому что, ну, само-то, само-то по себе ничего не изменится, да, само-то по себе ничего не исправится. Дальше. Встречаемся всегда днем или под вечером, но, опять же, как ему удобно. Прочитаю про то, как мужчина должен относиться ко второй жене, объяснила, что я должна получать равное внимание. Скажите, Лина, а почему вы считаете, что можете быть второй женой? То есть, ну, вот вам коллега, да, там написал, что вы боитесь близости, боитесь отношений, вот. Я не знаю, то есть, я не готов утверждать это, наверняка, вот. Я не знаю, может быть и так, может быть и нет, но вопрос к вам у меня совершенно однозначный. Почему вы решили, что можете быть, значит, второй женой? По какой причине вы решили это? Вы правда считаете, считаете, ну, достойным, значит, для себя, для себя быть второй женой? Опять же, если для вас это норма, то все хорошо. Если для вас это норма, то все в порядке тогда. И как бы, то, что вы испытываете, это нормально. Дальше объяснилось, что я должна получать равное внимание. Но опять же, понимаете, Лина, здесь вы как бы требуете внимания к себе. То есть, не мужчина хочет вам его дать, к примеру. А вы его, вы его как бы просите, и вы его как бы требуете. Вот. Внимание, я. К себе, к себе. Вот. А это прямой путь, опять же, к зависимости от человека. Потому что, ну, раз вы просите у него, чтобы он там уделял, уделял вам внимание. Вот. То есть, это как бы, ну, не в ваших пользах. Понимаете, да, о чем идет речь? Дальше. Дальше. Эээ, так. Он попросил дать время, но оно проходит, ничего не меняется. Чувствовал себя разменной монетой. Он попросил дать время. Ээээ, сколько времени попросил у вас? Сколько времени-то ему нужно было, ну, изначально? То есть, опять же, а какой смысл, зачем, зачем, например, ему, да, ээээ, что-либо менять? Вот. Для чего, для чего ему что-либо менять, если его все устраивает? И так. Понимаете. То есть, какой вот, как, какая вот ему ээээээээ, мотивация, да, эээээээээээээээээээм должна быть? что-либо делать, что-либо менять, как-либо корректировать свое поведение. Для этого же вы согласитесь, да, должна быть мотивация, а мотивации нет, если вы все позволяете ему и так. Чувствую себя разменной монетой, да, потому что у вас занижено смартненько. И вы, наверное, боитесь одиночества, скорее всего. Сказал, что оставаться будет, когда захочет, что для него препятствий нет, но так, а вот он и сказал, да, что оставаться будет, когда захочет. Вот он и остается, в принципе, когда захочет, правильно? То есть, он хочет, остается, не хочет, как бы не остается. Вот. То есть, он действует, действительно, так, как говорит. Вот. Другое дело, что не так, как вам хочется, может быть, не так, как хотите вы. Вот. 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 Но это уже немножко другое. То есть, это уже немножко разные вещи. То, что хотите вы, да, и то, что хочет вы. Вот. Вот. Вы подумайте сами, вы как к этому мужчине относитесь вообще? Относятесь вообще? Вот. Как вы к нему относитесь? Как вы его, как вы его воспринимаете? Чего вы для него хотите? Вот. как вы чувствуете себя с ним. Потому что у меня есть такое вот чувство, что вы как бы растворяетесь в нем. Чересчур. А это неправильно. Так быть не должно. Растворяться в нем ненуть. Растворяться вообще как бы ни в ком-либо нежелательно. Знаете? Дальше. Так. Но то ли ему не дает такое мнимый долг, то ли еще что-то, но этого практически не случается. И не случится. Потому что ему удобно. Ему удобно действовать так, как сейчас происходит. ему комфортно. Так. Поэтому ничего не изменится у вас. Скорее всего. Скорее всего. Ну, в ближайшее время ничего не изменится. К сожалению. и всегда будут какие-то да, всегда будут какие-то отмазки, всегда будут какие-то договорки, всегда будут какие-то оправдания. Вот. Еще раз. Мужчине не выгодно. Мужчине не выгодно что-либо менять. Сейчас. И весь вопрос опять же к вам, да. Вы себя так поставили с ним. Вы в нем нуждаетесь. Ну, почему-то. Вот так вот очень, ну, очень сильно в нем нуждаетесь. Дальше. То есть, понятно, что нуждаемость нужно раскрывать. Вы пишите очень больно. А из-за чего боль? Почему больно? Почему больно? Что именно? Что именно больно вам? В чем боль заключается? То есть, что наиболее болезненно для вас? понимаете ли вы, что боль в данном случае это это про вас? Это не про мужчину, это именно именно только про вас, потому что это вам больно, это вам тяжело, тяжело, это вам некомфортно. Дальше. А почему это происходит? Я говорю, что это то, что я его единственная любовь в своей жизни. Потому что вы не любите себя. Мне так видеться, что вы сами себя не любите. И это происходит потому, что он относится к вам так, как вы, как вы, а в глубине души относитесь к себе самой. То есть, вы относитесь к себе так, а он просто как бы повторяет ваше отношение к себе. Вот это. А реагировать на это, ну опять же, смотрите, если для вас это не норма, да, то есть, вот, если то, что происходит для вас не норма, то реагировать нужно достаточно жестко. прекратить всякие контакты с ним, прекратить взаимодействовать с ним, вот, и, к примеру, поставить условие, что, значит, мы с тобой общаемся, только если ты, к примеру, перестанешь общаться, взаимодействовать, например, со своей женой, если ты полностью не разведешься. Вот. Если ты не готов разводиться, ну, значит, ты не готов быть со мной. Ну, примерно так. То есть, тут, как бы, нет больше вариантов. Если вы считаете, что две семьи у мужчины это норма, если вы считаете так, то я вас ни в коем случае не хочу приубеждать, но тогда имейте ввиду просто, что вряд ли что-либо изменится. Потому что мужчина в данном контексте он думает о себе только, вот, и он не думает о вас, и он не думает о своей жене. а вам стоит обратить внимание на то, почему вы не можете, вот, например, поверить сейчас, то, что вы встречаетесь, как вы говорите, с женатым мужчиной, да, почему вы встречаетесь с ним, и вы там выбрасываете еще, чтобы он проводил с вами ночь, клянчите, вы клянчиваете ночь, что стоит за этими вашими действиями, какие стоят чувства, какие стоят эмоции, это можно поисследовать, это можно изучить, это можно подкорректировать, и вы будете меньше и меньше зависеть от человека. Но, повторюсь, самое важное, это то, что вы понимаете под нормой, вот, потому что, если норма для вас это вот, то, что происходит, да, если то, что происходит, есть норма, по сути, вот, то, тогда, тогда все в порядке, никаких проблем нет, если вы чувствуете, знаете и понимаете, что это не норма, ну, в таком случае нужно, нужно что-то делать, чтобы это прекратить, уменьшить, и это только ваш ответ. Только вы способны это изменить. Мужчина менять ничего не будет, потому что ему не выгодно что-либо менять. на этом все, я надеюсь, что он помог вам, а если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился, мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучше, а я вам желаю всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации. Небольшой такой подскриптум, вы оказались в треугольнике, вот, в треугольнике Карпмена, в роли жертвы, про треугольник Карпмена вы можете почитать в интернете сами, там это все есть, ну, а из роли жертвы, вам может помочь выйти психолог. На этом все, еще раз удачи, всего доброго.